Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами я хочу поговорить на тему того, как работает вообще CloudMoney. Как я себе это представляю? Что это такое? Давайте сначала поговорим об абстрактах, поговорим об абстракциях. Вспомните, например, 20 лет назад, как мы все вместе дома дружно хранили альбомы с фотографиями. Мы приходили домой друг к другу, смотрели эти альбомы, открывали, листали, вспоминали какие-то хорошие или плохие моменты. И при этом фотографии были каким-то материальным носителем информации о каких-то приятных мгновениях. Ну, там шли годы, мир менялся, все достаточно быстро поменялось за последние 20 лет. И сегодня технологии позволяют нам не хранить фотографии дома. То есть мы уже отошли от материальных каких-то носителей информации, и вся информация перешла уже в интернет. То есть мы уже давно храним все фотографии, свои записи, все свои приятные мгновения, все, что нам нравится. Уже не стоит у нас дома на полке, а принадлежит всем. То есть мы для того, чтобы показать фотографии, не должны пригласить друзей домой на чашку чая, чтобы с ними посидеть и посмотреть на эти прекрасные мгновения. А уже просто даем там какую-то ссылку, адрес в интернете, там на какую-то свою страницу. И каждый там, не важно, друзья это ваши, там не друзья, человек может вас первый раз видеть. Но всю информацию о себе мы уже ее распространили таким образом, и это стало настолько доступно для каждого, что уже вот эти связи материальные, они теряются. И чем дальше мир будет развиваться, чем дальше будут развиваться эти высокие технологии, чем выше будет осознанность того, что мы не принадлежим сами себе, а мы являемся частью какого-то целого большого общества, тем дальше будет это все развиваться. Так вот, клаудмани это первый шаг к тому, чтобы деньги превратились в такое же общее достояние, чтобы они стали доступны каждому. Не только вашим там друзьям, близким, родственникам, да, то есть не дать ребенку на булочку в школу там 100 рублей, а поместить деньги в какое-то такое общедоступное место, в котором все могут этими деньгами пользоваться. Не просто пользоваться там с целью там обогатиться или как-то улучшить там свое материальное положение, а просто для того, чтобы вот как вот вы информацию о себе готовы рассказать каждому. То есть мы каждый размещаем свои фотографии в интернете, и кто-то стесняется, кто-то нет, но большинство из нас, мы открыты миру. Так вот, эта открытость, она сейчас переходит на новый уровень. Сейчас мы готовы делиться своими материальными ресурсами, то есть деньгами, для того, чтобы стать еще, ну то есть еще больше сплотиться, да, то есть еще больше вот этот вот весь энергетический фон человеческий превратить, объединить во что-то одно большое, может быть небольшое, но во что-то целостное. То есть сейчас уже мы подошли к такому моменту, когда уже буквально через несколько лет не будет важно, ну кем вы являетесь, где вы работаете, да, то есть мы не будем стесняться там работы уборщика, потому что уборщик сможет иметь доступ к тем же ресурсам, что и бизнесмен, который там сегодня ездит на дорогом Мерседесе, а уборщик, ну вот, ездит в метро. И стремление к этому, оно есть у каждого, то есть мир уже изменился до такой степени, что мы все готовы друг другу помогать, но не просто помогать, а делать что-то большее. То есть просто дать кому-то на улице 100 рублей, там улыбнуться там на паперте, кому-то подать деньги, это оказать помощь какому-то вот конкретному человеку, которого вы увидели, ну проявили там чувство сострадания, жалости к нему, ну как угодно это можно назвать, но вот ваш посыл почувствовал только один человек. А то, что мы пытаемся сделать сегодня, да, то есть та система, которая вот создается, CloudMoney, она нацелена на другое, то есть нацелена на открытость всем. То есть каждый, кто пришел и вот в это вот облако, да, вот в эту облачную технологию положил свои деньги, он входит в круг людей, которые являются одной общей вот какой-то частью, ну или вот одним большим айсбергом или каким-то большим шаром, который помогает просто друг другу, ну даже не помогает, это слово помощь, оно уже извращено, и его не так нужно интерпретировать, как мы привыкли к нему. То есть мы сейчас даем вот информацию в виде денег, да, вот может деньги их назвать тоже информацией, мы даем информацию свою от себя, отдаем ее вот в общий какой-то котел, и из этого общего котла мы имеем возможность получать в равных частях каждый, кто в этот котел положил деньги. Котел причем честно организован, да, то есть в котле все лежит, ну, то есть вклад ограничен в системе CloudMoney, то есть мы не можем туда положить, то есть бизнесмен не может положить больше, чем уборщица, да, вот в этом радость этой системы, в том, что в принципе она уравняла всех, да, то есть то, к чему стремились коммунисты, да, создавая какие-то, создавая общество, в котором все будут равны, мы, этого не получилось сделать, ну, потому что, ну, на тот момент может быть, ух, какой жучок, на тот момент просто не было достойных технологий. Сегодня уже технологии дошли до такого уровня, что мы действительно можем создавать вот это вот равное, свободное и целостное общество, то есть все люди могут, в равной степени то есть какую-то часть своих денег пожертвовать на, ну, не пожертвовать, а просто отправить вот в это облако, в котором находится средство еще большего количества людей, и присоединиться к кругу тех, кто имеет возможность получать из этого облака по чуть-чуть, каждый месяц, там, или каждую неделю, но выплаты в CloudMoney идут каждый день. То есть, для примера, можно представить себе так, что это вот как альбом с фотографиями, вы положили на полку и себе дали такую установку, что я буду просматривать фотографии не все сразу, а буду доставать по одной каждый день и получать удовольствие от каждой последующей фотографии. Вот здесь то же самое, да, то есть мы все положили деньги в какое-то одно место, и по правилам системы каждый день получаем вот одну ту самую там заветную фотографию, либо вот какую-то выплату, которая исчисляется в деньгах, которые мы имеем возможность потратить на, ну, на что угодно, на кому что нужно, там, кто-то тратит их на поездки, на путешествия, кто-то ходит по магазинам, но в итоге вот все это дает возможность почувствовать себя частью вот какого-то одного большого механизма, какого-то одной большой идеи. То есть мы все смотрим фотографии друг друга, получается так, и каждый готов ею поделиться. То есть сейчас сознание людей уже изменится до такой степени, что вот эти вот новые облачные системы, они уже заполонили информационное поле, то есть мы храним файлы, все-все-все-все-все-все, храним на дисках интернет каких-то, в облачных сервисах. Некоторые продукты, вот типа Эппла, у них даже штатные диски есть облачные, то есть там жесткий диск на компьютере уже не становится основополагающим каким-то фактором, по которому выбирают компьютер. Вот Эппл можно купить, он будет с небольшим жестким диском, но там будет огромное пространство для хранения личных файлов где-то в общем сервере, там где-то в этом общем облаке. И нам уже не нужно думать о том, что у нас сейчас там не хватит места, что мне нужно там что-то улучшить для того, чтобы сохранить еще больше всего. То есть мы уже просто, уже действительно люди нового мира, да, то есть и этот мир мы уже в 21 веке. Нам пора забыть вот эти старые пленочные аппараты, да, пора забыть бумажки. Уже практически все перешли на оплату там товаров и услуг карточками пластиковыми. Если не все, но большинство уже получают зарплату на этих карточках. Следующим шагом будет это объединение вот этих вот всех ресурсов с целью получения вот равных долей во времени и там в пространстве и времени, да. То есть мы каждый день можем что-то иметь одинаково, невзирая ни на что. То есть в зависимости от того, какой сделали туда взнос, мы каждый день имеем возможность получить равную часть относительно того, что мы туда положили. То есть здесь четко, ну или даже, я даже не знаю, на 100% реализуется вот это вот высказывание о том, что от каждого по способности, к каждому по потребности. То есть если у вас есть способность положить максимальную сумму там в 1000 долларов, то вы, значит, показываете, что ваша потребность там вот такая на сегодняшний день. Если вы можете меньше положить, значит у вас есть просто такая способность, но потребность вы свою выразили вот этой суммой. Соответственно, система, она представляет собой вот это облако. Ну то есть все работает по принципу финансовой пирамиды. Это на сегодняшний день это то, что выведет нас все-таки на какой-то другой уровень вообще осознания взаимоотношений, в первую очередь, между собой. Потому что деньги превратились в мерило не труда и там стоимости товаров, а уже вмерило там взаимоотношения между людьми. То есть вчера я послушал вебинар Андрея, на котором он такой пример сказал, очень четкий, да, что мы ведь не всегда можем иметь в себе силы подойти к девушке, которая нам нравится. Только из-за одного, из-за одной простой причины, что мы не имеем средств на то, чтобы оказать ей какие-то знаки внимания. Так вот, когда мир уже дойдет до такой точки, когда действительно все будут равны, а мы к этому стремимся, мы хотим сделать так, чтобы каждый участник вот этой системы, сообщества, чтобы он имел возможность обратиться к каждому, невзирая ни на что, да, не обращая внимания на какие-то ценности материальные, а просто вот, ну, просто порыв душевный какой-то поймал, и вот на основании этого порыва ты делаешь какие-то действия, да, что-то делаешь. Так мы не строим такую систему, которая соберет со всех и раздаст какой-то части, которая пришла вот раньше всех. То есть Андрей предусмотрел все механизмы, возможные и невозможные, то есть все, что можно было предусмотреть только для того, чтобы каждый получил в зависимости от потребностей, получил по своим способностям. То есть мы идем вот к честному, правильному коммунизму, я это так называю. То есть можно представлять это как угодно, но я это вижу как целостное общество, в котором нет ни бедных, ни богатых, а есть просто возможность, доступ к какому-то одному ресурсу, который позволяет всем одинаково хорошо себя чувствовать. То есть мы, я не говорю о том, что мы должны там сейчас бросить работу, там, вложить деньги в облако и жить на эти деньги. Нет, я говорю о том, что мы должны делать что-то социально полезное, да, а социально полезное это все, что угодно. То есть это водить автобус, там, не знаю, работать в шахте. То есть все то, что мы делаем сейчас. То есть все то, что вы делаете каждый день. Я тоже когда-то работал, но сейчас я не могу себе этого позволить, потому что если не встать у истоков вот этого всего движения, да, то есть если не встать создавать этот огромный альбом где-то удаленно, да, и не потратить на это там свою жизнь, энергию, все, то люди просто так сами не захотят этого сделать. То есть должны появиться вот эти пионеры, так называемые, которые, невзирая ни на что, нас осуждают многие, многие нам не верят, кто-то считает нас мошенниками, но все равно мы пионеры. То есть мы пионеры в области создания условий жизни равных для каждого. То есть мы хотим сделать так, чтобы и бедные, и богатые, мы не хотим, как я это себе представляю, я не думаю, что там завтра олигархи обанкротятся, а там, я не знаю, уборщики станут миллионерами. Я думаю, что мы должны выйти на тот уровень, когда и уборщик, и олигарх будут одинаково, находиться на одинаковых душевных каких-то там, то есть умственных уровнях. То есть они могут не понимать друг друга в каких-то вопросах, но при этом они хотя бы не будут стесняться друг друга, потому что олигарх будет понимать, что уборщик может себе позволить все то, что ему нужно. И уборщик будет понимать, что ему не нужны там какие-то виллы, яхты, но он в любом случае может вот в этом мире, в этой жизни иметь возможность заниматься тем, чем ему хочется. Много людей, которые вот просто, вот, я сантехник, я не хочу ничем другим заниматься, или я автомеханик. Мне не нравится ничего другого, я хочу разбирать моторы, собирать их, смотреть, слушать, как они работают, там, настраивать их. Это вот то, чем я готов заниматься. И когда я дойду, вот, например, до такого состояния, что мне будет не важно, да, сколько мне заплатят за эту работу, а будет важен результат того, как я соберу этот мотор, как он заведется, как в нем начнет все работать, как потечет это масло, как поднимется давление, как пропадут шумы, и я настрою его таким образом, чтобы тот человек, которому я передам это все, он был счастлив и доволен. То есть, потому что я буду это делать, вот, ну, от чистого сердца, от души. Не потому что это стоит, там, столько-то, и это нужно сделать именно вот на такую цену. А потому что, ну, просто это нужно сделать хорошо. Потому что ты сам этого хочешь. Не потому что тебе много заплатят, потому что тебе самому хочется, чтобы было, вот, у всех в обществе хорошо. И, ну, поэтому не стоит сейчас закрываться от этой информации, не стоит думать, что это все несбыточные мечты каких-то мечтателей. Это все пройдет какое-то время, да, то есть те, кто сейчас максимально скептически к этому относятся, они, когда начнут видеть то, что появляются свободные автомеханики, появляются свободные, там, художники, появляются свободные сантехники, которые приходят на работу не потому что им, ну, не заплатят зарплату, да, если ты опоздал на работу, тебе там штраф какой-то выпишут. Не поэтому мы будем приходить, там, к 8 часам на работу, а для того, чтобы помочь тем, кто не может, там, прикрутить гайку, помочь ее прикрутить. Но в ответ тот человек так же хорошо для тебя что-то другое сделает. Но все, кто будут в этом процессе задействованы, они все будут равно себя чувствовать. У них у всех будет одинаковая материальная, вернее, доступ к одинаковым материальным каким-то средствам, благополучию. То есть люди будут чувствовать зависимость друг от друга в первую очередь. И у них получится тогда реализовывать вот самих себя. То есть мы сможем лучше делать то, что мы делаем сегодня просто так, за деньги. Мы это будем делать от души. То есть ведь если вы делаете что-то вот от души, то вы получаете в ответ, да, то есть какой-то другой душевный порыв, да, то есть на вас отреагирует по-другому, да, то есть не просто вот как официант, например, хороший в ресторане, да, то есть если он действительно от души придет, расскажет вам, что вкусно, что невкусно, что быстро, что долго готовится, там, какие продукты свежие, какие не свежие, вы с удовольствием ему оставите чаевые. Может быть больше, чем даже обычно вы это делали. Только из-за того, что человек открылся вам. То есть он по-честному что-то сказал. То, что вас в данный момент интересует. И вот здесь уже мы деньгами просто выражаем, ну, то, как мы хорошо относимся к этому человеку. Выражаем благодарность таким образом. А с развитием вот этих вот облачных технологий деньги уже не станут вот этим вот мерилом, выражением благодарности. То есть будет достаточно просто прийти к этому официанту, сесть за стол, и он от души приготовит все, пойдет к повару, попросит, чтобы побыстрее для вас все это сделали. Но для него это будет от души. И вы будете знать, что он делает для вас, это от души. То есть мы уже придем к осознанию того, что мы все-таки одно, вот что-то большое, общее. То есть все люди должны стать какой-то одной частью целого мира людей. То есть у меня за спиной сейчас, я на высоте где-то около тысячи метров нахожусь. За спиной у меня Северный Кипр, какие-то камни. И глядя на эту природу, я понимаю, что она, вот она сама себя защищает от вторжения чего-то чуждого ей. То есть если природа здесь развивается, вот здесь жаркое солнце, это просто камень посреди моря. Но этот камень живой. Может быть для нас он не такой добрый, как наши лиственные леса средней полосы России. Здесь особо на травку не приляжешь, потому что здесь такие жесткие колючки, все поцарапанные, такие злые камни. Но это их мир. И этот мир, он органичен. То есть он сделан таким образом, что каждый острый камень соответствует каждому острому кустику. Здесь нет мягкой травы, здесь ничего нет. Но это чувствуется, что это вот что-то одно, общее, целое. То, что действительно является одним механизмом, одним куском природы, который отличается от других, может быть, но он вот такой, как есть. И поэтому сейчас мы должны, мы обязаны выбрать какое-то количество людей, тех, которые... Не выбрать, люди сами придут. То есть они откроют глаза, поймут, что не нужно все там эти свои фотографии держать у себя под подушкой, показывать только близким, которые пришли. Они отдадут часть своей энергии в виде денег в это облако. И станут вот частью вот этого сообщества. И когда наше сообщество станет вот таким же, как вот этот остров, да, для чужеземцев он колючий. А для вот этих вот жучков, букашечек, камушков, а это вот их дом. Так вот я хочу, чтобы система Клаудмани и те, кто придут в нее, они почувствовали, что они пришли в свой дом. И все те, кто в этом доме находятся, они являются одной большой частью, вот, каким-то одним большим предметом, ну, или даже не предметом, вот сгустом энергии, да. То есть это что-то, что позволит всем тем, кто будет участвовать в этой системе, если мы будем в глазах друг друга видеть, что мы участники Клаудмани, может быть, я не знаю, там, я просто без футболки Клаудмани, но, к сожалению, так получилось. Вот когда мы начнем видеть друг друга, что мы участники Клаудмани, это даст нам возможность, вот мы сразу начнем друг к другу относиться по-другому. Вот представьте себе, что вы приходите в футболки Клаудмани, да куда угодно там, садитесь в такси, например, и у водителя такая же футболка. Я уверен на 100%, что водитель такси не включит счетчик. Вы с ним мило поболтаете, вы обсудите какие-то там любые проблемы, поговорите о чем угодно, но я у вас уверяю, что он не включит счетчик. Но вы при этом заплатите ему за бензин и за то общение, за ту энергию, которую он вам дал, за то, что вот, ну, пока вез вас на машине. И вот это вот позволит нам именно чувствовать, сплочаться и притягивать к себе новых людей. То есть, и чем больше нас будет становиться, да, чем больше будет появляться вот этих вот таксистов, которые входят в нашу систему, там, ну, я образно говорю про таксистов, чем больше будет появляться людей, которые друг друга будут узнавать, мы как клубом должны стать. То есть, мы будем узнавать о том друг друга и делать друг для друга все так, как не делали ни для кого другого. То есть, мы уже, я уже чувствую это, да, то есть, я участников системы CloudMoney чувствую, что если я вижу этого человека, я знаю, что этот человек мой друг. Даже если я его вижу впервые. То есть, вот это ощущение общности, сплоченности и ощущение того, что вот я увидел этого человека, и мы с ним одинаковы, мы с ним равны, мы можем себе позволить одно и то же, вселяет в меня вот какую-то уверенность в том, что пройдет, может быть, 10 лет, может быть, пройдет 2 года или 3, я не знаю, все зависит будет от того, насколько мы сможем вот эту энергию дарить окружающим. И вот чем больше нас будет становиться, вот пройдет время, и мир действительно поменяется. То есть, я не говорю о том, что мы там ведем войну там с какой-то, не знаю, с верхушкой правительством, что нас там кто-то узурпировал. Нас действительно узурпировали. Но есть ведь возможность, да, вот в этом вот во всем камне узурпации, да, в нем есть трещинка, в которую мы можем просочиться, вот как вода камень точит. Вот если мы все вместе будем вот в эту трещинку долбиться, капать туда, капать, 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 этот камень расколется. А капать – это значит становиться частью вот этого большого общего механизма. То есть, мы каждый, кто в нем участвует, будем видеть друг друга, чувствовать друг друга, и камень не выдержит. То есть, мы развалим его. То есть, в итоге получится так, что мир станет таким, как мы хотим его видеть, а не таким, как нам его предложили. То есть, это вот вам принесли и сказали, вот такое. Хочешь, там, грызи этот камень, вот камень, да. Хочешь, вот тебе сказали, вот камень, бери его, ешь, да, например. Ты же не можешь его есть. Ты хочешь что-то с ним такое сделать, например, изделие какое-то, но тебе нужно на это на все затратить энергию. Так вот, мы должны сделать так, что нам дали заготовку в виде мира, в котором мы сейчас находимся. У нас есть все инструменты. Мы объединены интернетом, мы имеем автомобили, самолеты, у нас пути сообщения, коммуникации. У нас есть все для того, чтобы из этого вот просто камня выточить, причем каждый выточит для себя то, что он хочет. Но при этом мы будем все вместе чувствовать то, что мы общее дело сделали. И, ну, в принципе, наверное, больше так говорить особо не о чем. Я думаю, что когда у меня появятся еще какие-то мысли, я с вами ими поделюсь. Но сегодня я думаю так. И я уверен, что мои суждения, взгляды на этот счет, они не поменяются в ближайшее время. Ну, потому что уже мы другие, мы за гранью. То есть мы этот камень не просто держим в руках, мы пытаемся из него что-то изготовить. И чем больше людей будет пытаться это сделать, в итоге мы его отшлифуем, обстучим, отчистим, сделаем все для того, чтобы это получилось, превратилось в какое-то изделие. Ох, шутки какие здесь. Вот такой вот, видите, остров, здесь даже минутку не постоишь спокойно. То есть мы чужды в этой среде. Давайте вместе создавать среду, в которой мы будем не чужды друг другу, а именно частью одного большого общего дела, механизма. Как угодно это назовите, но мы должны объединиться. Мы должны стать общими усилиями, мы только сможем сделать что-то, какие-то действительно внести изменения. Создать свой мир, в котором мы будем хозяевами. Как вот эти жучки, которые сейчас летают вокруг меня, они хозяева этого острова, а я здесь чужой элемент. Вот и наша задача основная, это создать вот такой мир, остров вокруг себя, объединить все свои энергетические, материальные ресурсы в каком-то одном месте и стать чуждыми элементами для всего остального. Вот это, я считаю, на сегодняшний день основная задача в перспективе на ближайший год-два. Может быть, это все будет как-то сдвигаться во времени, но я практически уверен, что за два года мы сможем собрать во всем мире большое количество людей, которые эту мысль смогут оценить. Потому что мы уже на грани находимся. Вот наша задача осталась сделать вот один шаг, перейти вот в это вот состояние, и уже обратной дороги не будет. Вот мы уже будем в это облако входить, и обратно никому не захочется, поверьте мне. Главное, не стесняться того, что ты находишься вот в этом облаке, а гордиться тем, что ты пионер нового мира, пионер нового сознания человечества, общего чего-то, большого, того, что никогда никто не сможет сломать, потому что мы же как вот по ниточке, по веревочке, по одной можно рвать, а если нас сплести в веревку, ничего с этим не сделаешь. Так вот, давайте становиться вот этой веревкой, собираться в одну какую-то группу. Сначала мы будем небольшой группой, но чем больше энергии мы будем получать положительной от каждого участника этой группы, тем шире у нас будет становиться вот эта вот аура, которая будет притягивать к нам каких-то новых участников. И я уверен, что буквально скоро все изменится. С вами был Майоров Юрий, всем пока. Спасибо за внимание. С вами был Майоров Юрий. Спасибо. Спасибо.